После проблем с топливом в России, проблемы с горючим также начались и в оккупированном Крыму. По сообщениям партизанского движения «Атэш» на Крымском полуострове заправляет авто только по талонам. Следующий вопрос к властям Севастополя. Вы говорили, что у нас не будет дефицита с топливом. Почему на заправках нету дизельного топлива? Также партизаны сообщают, что проблемы с топливом фиксируют по всему Крыму. Что происходит с заправками Крыма? Абсолютно нет солярки. Вообще ни на ТЭСе, ни на Атане, нигде. На АТП в Бахчисарае сказали, что привезут через 5 часов, но он будет по 85 рублей. Есть только на грехоне. О, какой цене. Кроме того, на полуострове отслеживается высокий скачок цен. Для сравнения, по России цена на топливо около 55-56 рублей за литр. То есть в Крыму, где еще продают горючее, цена выше на 15-30%. Поскольку есть АЗС, где 95-й бензин стоит аж 74 рубля. Одной из главных причин дефицита нефтепродуктов в Крыму можно назвать логистику. Крым отрезан от материка, мост время от времени взрывается. Это и есть причина неритмичных поставок нефтепродуктов на полуостров. Но не стоит забывать, что еще одной причиной всего этого являются проблемы с топливом и в самой Российской Федерации. И здесь основная причина в неадекватных выходках Российской Федерации на мировом рынке. За последние два месяца нефть сильно выросла в цене. Естественно, без России не обошлось. Все дело в деньгах. Россия хочет заработать как можно больше. Две страны, Саудовская Аравия и Россия, начали расшатывать рынок для того, чтобы заработать больше с добычей нефти. Они по очереди начали делать заявление о том, что начнут сокращать добычу, и это повлечет за собой дефицит на мировом рынке. Как следствие, цены выросли и в самой Российской Федерации, и в оккупированном Крыму. На многих заправках в российских регионах исчезают некоторые виды бензина и дизеля. Россияне начали жаловаться на пустые АЗС. Это касается не только бензинов АИ-95 и 92, на которые уже был зафиксирован исторический рекорд, но и дизеля. Проблема дефицита топлива в самой Российской Федерации заключается, во-первых, в санкции, во-вторых, в непродуманной экономической политике в самой стране. Вызывает дефицит еще и то, что для нефтяников выгоднее экспортировать продукт, чем продавать его своим гражданам. И это все, несмотря на то, что ранее самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что его страна удовлетворила требования россиян и поставила в Россию по 60 тысяч тонн бензина и дизельного топлива. Возвращаясь к Крыму, там даже не представлены большие российские компании типа Роснефть. А все потому, что они боятся дополнительных санкций. То есть топлива просто неоткуда брать. Этот дефицит в Крыму может отразиться и на ходе военных действий Российской Федерации в Украине. Это будет минус по обеспечению российских военных, и они не смогут выполнять те задания, которые нужно будет быстро решать здесь и сейчас. Ко всему прочему, нет четкой уверенности, что схожие проблемы не начнутся и в других захваченных россиянами территориях.